Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленской АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Уверен, что Смоленская атомная станция показала объективно ту работу, которую проделывали мы не только в 2018-м, но и в 2017-м и предыдущие годы. Смоленская АЭС подтвердила высокий уровень развития производственной системы Росатома. Смоленские атомщики стали призерами чемпионата профмастерства Реоскилс-2019. Специалисты не только поделились реализованными лучшими процедурами, но и целями на будущее. В планах Смоленской АЭС внедрение вертикального сканирующего спектрометра излучения человека. Курские атомщики изучили опыт Смоленской АЭС в области радиационной безопасности. Все мы знаем, что дети в гаджетах, надо побольше двигаться, надо побольше, а тем более плавать. Это все укрепляет и здоровье, и иммунитет. При поддержке Смоленской АЭС реконструирован плавательный бассейн в школе номер один Десногорска. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна Росэнергоатом. В работе 30 энергоблоков, в ремонте 5 блоков. Птическая мощность в целом по концерну на сегодня 25 110 мегаватт, выработка 39 541 млн кВт-ч, что составляет 103,1% от задания ФАС. О техническом состоянии Смоленской станции сообщил главный инженер предприятия. В работе первого и второго энергоблоки, нагрузка суммарная 2114 мегаватт, существенных замечаний по работающим блокам нет, по третьему блоку выходим на окончательный этап пуска блока. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 4 дня марта составила более 152 млн кВт-ч, что превышает плановое задание на 8 млн. С начала года Смоленская АЭС выработала более 2,8 млрд кВт-ч. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленской АЭС состоялась развивающая партнерская проверка качества развертывания производственной системы Росатома. Команда из 12 экспертов, представители Росатома, Росэнергоатома, Зеоподольск, Калининской и Нововоронежской АЭС проанализировали достижения атомной станции по нескольким направлениям. ПСР-потоки, ПСР-образец, площадочное обучение, уровень остаточных знаний по ПСР. Цель партнерской проверки – оценить качество внедрения системы и разработать рекомендации по развитию направлений ПСР на предприятии. Уверен, что Смоленская АЭС показала объективно ту работу, которую проделали мы не только в 2018, но и в 2017 и предыдущие годы. Участникам партнерской проверки были продемонстрированы ПСР-потоки, выработка электроэнергии, ремонт, обращение со свежим ядерным топливом, поставка товарно-материальных ценностей. Они также ознакомились с новыми направлениями в области развития производственной системы Росатома, реализованными Смоленская АЭС в 2018 году, с ПСР-образцом замена технологических каналов и программой площадочного обучения, организованного на базе ПСР-образца и спецпрачечной. Параллельно с работой комиссии работники атомной станции проходили онлайн-тестирование по проверке знаний в области ПСР. Оценивая деятельность Смоленская АЭС, команда РППК учитывала уровень развития таких направлений, как декомпозиция целей, ПСР-инжиниринг, ПСР-проекты и мотивации, которые были проанализированы заочно. Защита нового направления ПСР-деятельности «Развитие поставщика» прошла 21 февраля на площадке приборостроительного завода «Вибратор», специализирующего на изготовлении контрольно-измерительных приборов. Этот совместный проект по оптимизации процесса поставки продукции, реализованный специалистами САЭС и приборостроительного завода, получил высший балл – 100% по количественным и качественным показателям. Подводя итоги, председатель комиссии РППК, заместитель генерального директора, технический директор «Зеоподольск» Михаил Хижов отметил, что Смоленская АЭС находится в передовых лидерах по внедрению ПСР, что подтвердила партнерская проверка. «Хочу сразу отметить о выработке электроэнергии для себя. Я его отметил как один из положительных ПСР-проектов с глубокой детализацией процесса, с равномерной загрузкой персонала, как было нам показано. И где простыми решениями, внедряя кайден улучшения или незначительные улучшения, действительно мы сокращаем сроки ремонта. По потоку СИАД, свежее ядерное топливо, выстроена четкая система по планированию, по замене данного топлива, выстроена логистика с электросталью по поставке топлива своевременно в необходимом количестве. Также хочется отметить и те улучшения, которые были сделаны по каракуре, которые действительно такими методами простыми. Мы сокращаем время протекания процесса по замене топлива». В итоговом меморандуме развивающей партнерской проверки отмечено, что Смоленск АЭС в 2018 году достигнуты все индикаторы развертывания производственной системы Росатома на целевом уровне и выше. Также в него вошли предложения и рекомендации экспертов РППК для дальнейшего развития ПСР на атомной станции. Окончательное решение о подтверждении «Смоленское звание лидер ПСР» будет принято Управляющим советом отрасли в марте после подведения финансовых итогов года и получения результатов исследования вовлеченности персонала в ПСР. «Смоленские атомщики» стали призерами чемпионата профмастерства «Реоскилс-2019». Инженер-программист Александр Александров и ведущий специалист Дмитрий Ромаскевич вернулись с чемпионата профмастерства «Реоскилс-2019» бронзовыми призерами. Дивизиональный этап среди представителей сетевого и системного администрирования состоялся с 18 по 22 февраля в Екатеринбурге. Александр Александров и его эксперт Дмитрий Ромаскевич, заняв третье место, обеспечили себе путевку на отраслевой этап. В эти же дни Удомля принимала конкурсантов и экспертов в компетенции управления жизненным циклом. Наша команда не заняла призового места, но выступила достойно. В обоих направлениях «Смоленск-АЭС» была представлена впервые. С 25 февраля по 1 марта команда курских атомщиков изучала передовой опыт «Смоленск-АЭС» в области радиационной безопасности, чтобы применить его на своем предприятии. Визит был организован по программе миссии поддержки Московского центра Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные станции. Делегация совершила технический тур на энергоблоке, особенно заинтересовавшись оборудованием и системой визуализации, которая используется на счетах дозиметрического контроля, в сампропускниках и лабораториях отдела радиационной безопасности. Цель нашего визита – всестороннее изучение положительного опыта в области радиационной безопасности и радиационного контроля, применяемого на «Смоленск-АЭС». В рамках визита специалисты отдела радиационной безопасности ознакомили нас с оборудованием радиационного контроля, работой дозиметрической службы и лабораторий. Также познакомили с оборудованием, применяемым для контроля нормированных нуклидов. Большую работу провела «Смоленск-АЭС» в области замены оборудования радиационного контроля загрязнений на современное, отвечающее не только российским стандартам, но и требованиям международных документов. В области проведения радиационного контроля загрязнений и визуализации процедур радиационного контроля «Смоленск-АЭС» является одной из лучших станций. Специалисты не только поделились реализованными лучшими процедурами, но и целями на будущее. В планах «Смоленск-АЭС» внедрение вертикального сканирующего спектрометра излучения человека. Реализация данного мероприятия позволит повысить уровень радиационной безопасности на более высокий, оптимизировать существующее оборудование и процедуры скрининга при прохождении СИЧ. Стоит отметить, что многие наработки «Смоленск-АЭС» по изучаемой курскими специалистами тематики эксперты МАГАТЭ после миссии АСАР 2011 года признали положительной практикой и рекомендовали использовать на других атомных станциях мира. Это, например, автоматическая система выдачи и хранения термолюминесцентных дозиметров, визуально-световое информирование в зоне контролируемого доступа. Кроме того, отдел радиационной безопасности аккредитован в Федеральном агентстве по аккредитации Российской Федерации. Результаты оценки деятельности подразделения приемлемы на международном уровне. В школе номер один Десногорска завершен капитальный ремонт плавательного бассейна, выполненный при поддержке предприятий и организаций города. 1 марта состоялось торжественное открытие обновленного спортивного объекта, которого ждали с нетерпением. В этот день звучали многочисленные благодарности в адрес людей, сделавших все возможное, чтобы вернуть к жизни бассейн. Общими усилиями реализован масштабный проект. Заменили кафельную плитку на стенах и в чаше 25-метрового бассейна, реконструировали систему слива и очистки воды, восстановили работоспособность электропроводки и осветительных приборов, обновили инвентарь, душевые и санитарные комнаты. Особое внимание уделили системам вентиляции, гидроизоляции, автоматического управления режимами. На бортиках появилось резиновое покрытие для исключения риска травы. Успех выполненной работы стал возможным благодаря неравнодушному отношению, высокому профессионализму всех участников реконструкции. Сотрудничество с вами оставило у нас очень-очень позитивные, приятные впечатления. Бассейн закрыли 8 лет назад на капитальный ремонт. Подрядчик, приступивший к работам, оказался недобросовестным, что привело к длительному судебному процессу. Вывести из простой и важный спортивно-оздоровительный объект в 2017 году взялся Совет руководителей предприятий города. Основную часть проблем решили оперативно, но завершить проект не давали скрытые дефекты. Вопрос запуска бассейна у нас, к сожалению, растянулся на долгих два года. Но тем не менее, мы нашей командой, а я сейчас говорю про наших руководителей, про Павла Васильевича Лубенского, директора Смоленской атомной станции, который возглавляет данный совет, мы смогли эту задачу решить. Я думаю, что оценку качества и в дальнейшем эксплуатации данного спортивного объекта дадут наши дети. По мнению депутата Смоленской областной думы Михаила Лосенко, 1 марта можно считать вторым днём рождения бассейна. Начало весны 2019 года станет стартом новой длительной жизни спортивного объекта. Это большой подарок вам. Подарок, который поможет вырасти вам здоровыми, крепкими гражданами нашей большой дружной страны. Учителя, школьники и их родители благодарны предприятиям, которые на разных этапах выполняли реконструкцию, приводили бассейн в соответствие с современным требованиям. Это САЭС, СМАТЭ, ЭЦМ, СМОЛЕНСК, ЭЛС, САЭР, АЭСП. Строительная компания, стройиндустрия, вариант, СМОЛЕНСК ТЕПЛОКОР, СТРОЙЭЛИТ, МУПККТ. Мы очень рады данному знаменательному событию, поскольку в наш век этих мобильных технологий, у нас все мы знаем, что дети в гаджетах, надо побольше двигаться, надо побольше, а тем более плавать, это все укрепляет и здоровье, и иммунитет, и все силы нашего организма. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Важаемые десногорцы и гости города, приглашаем вас 10 марта на городскую летнюю эстраду, где с 13 до 16.00 пройдет праздничная программа «Широкая Масленица». Вас ждут веселые проводы русской зимы, праздничная ярмарка, конкурсы, детские забавы, хороводы, катание на лошадях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А на этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС с важными событиями жизни станции. Вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА